Азия Большая Игра 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 существует политика организации которая их направила сюда понимаете они не могут они ведь тоже не так сказать они не могут сами играть какую-то свою роль они выполняют именно те указания если он нам позволит время я по примерами это подчеркну подвержу это примерами я бы хотел еще сказать одну очень важную принципиальную вещь есть миротворцы голубые каски а есть миротворцы голубые береты что это значит голубые каски это действительно военнослужащие это солдаты которых вот поставили на эту линию стоя вот здесь и делает то что нужно делать в нашем косовском примере это была эту роль играли солдаты нато натовской коалиции которые приехали со всего мира в том числе американцы все они там играли эту роль вслед за вот они вошли когда они вошли на тоже бывшие выслали вслед за ними зашли голубые каски ситуация была уникальна голубые береты извините голубые береты это полицейские миротворцы которые выполняют свои функции именно как сотрудники полиции правоохранительные функции они же миссии расследования нет в косове было вообще у него в косово косово как угодно по русский косово они они получилось так что в там вообще не было никакой полиции никакой так случилось это долго объяснять но так исторически сложилось после того как ушла югославская армия вместе с ней ушли остатки полиции и начался вакуум разгул преступности природа и криминал не терпят вакуума как 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 уже не раз подтверждалось и тут же там началась косово превратили в крупнейший рынок наркотиков туда начали стекаться машины угнанные со всего мира туда надо начали привозить девчонок легкого поведения которых оттуда дальше в общем это стало миграция незаконная это рынок оружия поскольку вокруг слава и на то есть это не хаос совершенно верно территория черная территория которая так сказать есть серая есть черная есть красная это был огонь и тогда организация объединенных наций поскольку вообще никакой полиции не было организация объединенных наций обратилась к государствам членом он не всем тем кто уже четко доказал что он стоит на демократических основ почему вот например из азии только к кыргызстану было предложено отправить миротворцы и вы представляете стоят и нас было всего трое и допустим американский контингент полицейских 625 человек индусы 600 россия 500 и трое кыргызов самом конце но мы гордо стояли среди всех и чувствовали представляете какую великую гордость что кыргызстан на карте и вот а до этого в миссии как вот я понял ваш вопрос александр я думаю что до этого полицейские когда приходили там была своя полиция и функция полиции заключила миротворцев полицейских заключалась в том что они просто наблюдали как полиция местные выполнять свои функции не нарушает ли она права национальных меньшинств которые конфликтуют не делает ли она чего-то страшного не участвует ли она в геноциде каждодневный мощный мониторинг и контроль они были безоружны они не принимали участие ни в какой деятельности они просто контролируют скажем выезжает отряд на операцию вместе с ним выходы несколько миротворцев и он и смотрели чем это все как это все делать в нашем случае мы выполняли функции полицейские в полном объеме потому что другой полиции не было это и раскрытие преступления это и регулирование дорожного движения а другой полиции не было потому что она ушла вместе с югославией с югославской армией она ушла вместе с ними там ну просто не хочется на это тратить время там очень уникальная была ситуация вот поэтому вот вот таким вот образом это надо понимать полицейские они как бы менее политизированы хотя тоже исключить полностью вот эту доминанту нельзя она она к сожалению присутствует всегда и везде понимаете но они менее политизированы чем вооруженные силы они уже знают свою работу они делают эту работу по крайней мере в косово это было вот так и косовская миссия показала что полиция свою функции выполнять здорово понимаете она кроме того потом когда была создана местная косовская полиция мы начали их обучать появились определенные программы и когда допустим представители 54 стран несут службу и с ними местные курсанты могут учиться у того посмотреть этот опыт тот опыт это всегда работает на полицию ты провел там 5 лет почти 5 лет 4 года 7 месяцев по итогам службы насколько я помню ты получил две медали как она за службу во имя мира оновская медаль одну я получил в косово и вторую в македонии можно вопрос александр вот вы говорили что было 600 представителей сша миротворцев и 500 россии вопрос насколько я помню в отношении косово и вообще отношении балканского конфликта в это время позиции россии и сша уже двигались противоположных направлениях эти две страны были очень напряженные отношения именно по этому вопросу это чувствовался в отношении к между миротворцами нет нет полицейские это уникально это уникально у полицейских есть общий язык прекрасно понимаем друг друга и когда ты выходишь на раскрытие преступления то нет никогда никогда не было никаких конфликтов в этом отношении никогда у полицейских нет не было и нет скажем ну вы знаете что там был штурм приштинского аэродрома почти чуть чуть было не случился штурм когда русские сделав русские десантники сделав 10-ти часовой марш мощнейший из боснии они пришли туда и захватили аэродром когда утром местные так сказать пришли смотрят а там уже русский флаг висит доброе утро да здравствуйте и тогда проснулись и начали горит и вы как тут вообще оказались давайте и вопрос стоял это почти как вот во время карибского кризиса одно слово и там могла бы начаться третья мировая обе стороны были настроены очень решительно но слава богу этого не случилось но еще раз говорю это военная сторона проблемы вот это вот полицейская и полицейские миротворцы они другие они работают по-другому и вообще полиция она другая она вот это вот каждодневная опасность каждодневная твоя сама профит профессия специальность она как бы призывает она она тебя двигать к тому чтобы сотрудничать как какой праздник мы празднуем сегодня какого миротворца до военного или полицейского просто миротворец оон да я думаю что больше все-таки полиция нигде четко не определен я искал его статус но он празднуется уже много-много лет и в основном я думаю я поздравляю своих друзей полицейских по всему миру с теми с кем мы служили которые служили уже после нас и так далее и так далее это был действительно большущий огромный опыт для кыргызстана в отрывных календарях он если что-то там с красным боюсь что нет нет но там уже нет и 7 ноября не ну смотрите вопрос не открою есть люди которые чувствуют себя причастными к определенному сообществу и это не обменяю и они не виноваты в том что у нас и представители этого сообщества рассматривается несколько иначе мекон относимся к без особого обожания мягко выражать на самом деле я просто поскольку как я уже говорил в одной из программ довольно близко и очень давно знаком с александром поэтому я знаю не понаслышке а вернее понаслышка от него самого как там все происходило и в косово и македонии и к сожалению вот если у нас будет такая возможность давид мы предоставим александру слова чтобы он порассказывал нам истории о своем ну кстати это можно прочитать и в твоих книжках на косовский дневник о своих приключениях в этом жутком кипящем котле который вот-вот мог взорваться в любой момент какого там было жить и работать а сегодня мы нам остается только поздравить вот александра с его профессиональным праздником и пожелать спасибо огромное пожелать не забывать нас и приходить нам пожелать нам чтобы миротворцы которые окружают нас были такими же достойными киргизов надо больше из киргизы приглашать говорю вам как подчетный злой киргиз кстати говоря моя моя страна по достоинству оценила тогда наш труд у нас было трое всего в первой миссии миротворческой всего трое я получил медаль эрдик мужества указом президента тогда а мои коллеги получили почетные грамоты президента и правительства кыргызстана так что наш труд не был забыт спасибо пользу случаем я хотел бы поздравить своих коллег миротворцы полицейских миротворц миротворцев оон голубые береты с этим праздником будем дружить будем поддерживать связи будем готовить новую смену всех вам благ с вами была программа азия большая игра ее ведущий александр ронкин давид эйдельман и наш гость почетный миротворец александр зельченко спасибо спасибо